Сегодня второй день нашего пребывания на грузинской земле. Сейчас мы находимся в Алозанской долине. Сюда мы добирались больше двух часов. Сначала поднимались высоко в гору. Самая верхняя точка, на которую мы поднялись, была 1600 метров. И затем спустились чуть ниже. И сейчас находимся рядом с монастырем, который здесь был построен еще в VI веке. У входа в эту церковь для женщин специально приготовлены прямоугольные большие полотна из легкой ткани, напоминающей платок, для того, чтобы женщины повязали их себе на пояс, если они заходят в коротких юбках, как я, или если у них одеты джинсы. Не только платок нужно наголо накинуть, но еще повязать, чтобы было какое-то подобие юбки у женщин. Я ограничилась только тем, что одела шарфик наголу. Друзья, а вот это, знаете что? Это до вильня винограда. Когда-то сюда засыпался виноград. Сейчас я вам покажу эти емкости. Вот, сюда засыпался виноград, и была традиция. Сначала читали молитву, а затем сюда, в этот виноград, запускали какого-то маленького мальчика, который уже начинал этот виноград давить, и затем к нему присоединялись и другие мальчики, и юноши, и мужчины, и давили виноград. Виноград давили только мужчины. Женщины этим не занимались. Сок виноградный, он просачивался прямо через щели этих каменных плит, и подносили сюда кувшины, и сок стекался прямо в кувшины. А кувшины с вином закапывали, и здесь они хранились. Но недолго. Как правило, год-два вино все время употреблялось, долго не стояло. Мы сейчас находимся в восточной части Грузии, в Кахетии, и приехали на винодельню. Как видите, я сейчас брожу здесь и гуляю вдоль виноградников. Это невероятно красивое место, и оно еще является уникальным, потому что это то место, где производится вино в достаточном объеме, чтобы вывозить его на экспорт в 9 стран мира. Это место уникально еще тем, что вино здесь хранится в настоящих глиняных горшках. Вот эти дырки в полу – это кувшины с вином. Тут располагаются кувшины на 3 тысячи литров и на 5 тонн. Вот сейчас можно увидеть, что видите, здесь сверху уже отделился жмых. Они будут ждать, когда этот жмых опустится на дно, и тогда, соответственно, вино они сливают. И нам показали весь процесс, как изготавливается вино, как оно хранится, какие стадии брожения проходят, как оно фильтруется и как затем подается на стол. Потрясающие кувшины. Чтобы почистить такой кувшин, туда приходилось залезать внутрь. Я делаю чучхеллу сейчас. Вот я делаю чучхеллу, так что я прям специалист. Это грецкие орехи, которые должны плотненько-плотненько быть спалитыми. Вот этой вот смесью. Здесь пшеничная мука, что-то еще мед, что-то еще здесь. Я не могу сказать, что-то много в этом месте. Я не могу сказать, что-то уже научно-плотненько это делать. Позид неều я это сделать. Думаю, ты обезьян. Да. И остатки скапаются в храме. Да, а в гербе. Вот, да. Так что делать, что делать? Вот это, когда вы говорите, вы можете... Разглотать. Вот это просто пробасочком. Алиэктор с несколько минут. Просто пробасочку, да? С просто пробасочку, да? Ты что, про Кумус Карда-пве? Всё. Стоит контроль на садах. Еще две недели. Не надо. Не надо? Это длинно, да? Да. Что теперь здесь? Да. Давай. 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 И теперь что? Мари, давай. Давай, Марина. Делаю, делаю. Я делаю. Все удержится, не упадет. Да, да, да. Супер, супер. Как вы, супер. Спасибо. Супер. Так, вот здесь из крана. Это немножко, по-моему, слабак будет. Ой, так это же неплохо. Вот здесь из крана капает чача. Грузинский очень крепкий напиток. Грузинский, который у нас очень тяжело. И помните, мы ничего не забываем. Дорогие гости, что вы всегда рядом стояли, стояли. Мы всегда помогали. Что делать? Какого? Судьба маленьких народов. Если мы вместе стоялись на всех. На 100 градусов? Сколько? 65. За вас, за нашу дружбу, то всегда у нас было то, что мы всегда мечтали. За нашу дружбу, что всегда. Вот вы видели? Везде двери открыты. Везде тоже. У нас все открыто. Приезжайте. Закусывать. Для хороших друзей всегда все уносите. Смотри, смотри. Чача. Вот она, чача. Теперь я понимаю, почему у меня легкие так горят здесь. Ой, не легкие, а пищевод. Потрясающе. А запах, а запах какой. Смотри, что они просто берут. А есть пепа, кто там? Пеправы заранее приготовят. А что, серьезно? Да. Он не маринуется? Ничего не делают. Иногда в некоторых местах делают так. Но это я нигде не видела, что они ареновали. Восточной народе. А сюда мы еще чем? Только соль. Оно. Только соль. Да. Даже перца нету. Даже перца нету. Нет, нет, нет. Попробуйте стол. Мы получили невероятное удовольствие от нахождения на этой виноделье. У нас, конечно, еще было здесь застолье, что грузины назвали это так. Они сказали, для нас будет здесь программа организована. Мы думали, программа – это подготовленные какие-то мероприятия. Оказалось, это застолье. Это огромный стол, накрыт на большое количество людей с вкусными грузинскими блюдами. Действительно, друзья, трудно предать. Они действительно все вкусные. Я съела все. Я вообще ем очень мало, но тут как-то видим, то ли этот воздух, то ли эта природа, то ли эти люди, они так на тебя влияют, что я спушила все, что здесь подали на стол и выпила тоже. В общем, мы остались в невероятном восторге от посещения этого места. Удачи! 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 Удачи!